Объекты водоканала по нормативам тоже должны готовить к пиковому сезону нагрузок, то есть в случае города Сочи, к лету. И начали это делать уже сейчас. На некоторых водозаборах есть так называемые фильтрационные озера. Их используют для дополнительной подпитки подземных резервуаров, с которых и качают воду. Дело в том, что эти естественные емкости во время курортного сезона из-за большого расхода воды просто не успевают наполняться естественным путем. В центральном районе для фильтрационных озер воду берут из реки Сочи. С водой поступает и ил. Он оседает на дне и образует так называемую пробку, которая не дает воде проходить сквозь грунт в подземные резервуары. Именно такая ситуация сложилась в начале сентября, когда возникла проблема с водоснабжением почти половины города. В муниципальном предприятии «Водоканал» рассказали, что фильтрационные озера находились в неудовлетворительном состоянии. Напомню, что до 1 сентября их обслуживанием занималась частная компания «Сочи-Водоканал». Так вот, половина из них на тот момент была осушена, и их минимум два года не чистили, считают в МУПе. А по регламенту иловые отложения необходимо убирать раз в год. Этим сейчас и занимаются сотрудники муниципального водоканала. Озера можно чистить только вручную, очень аккуратно. Такая технология. Почему не используется механизированный способ? Потому что инфляционные озера, которые есть у нас на территории водозабора, выполнены так, что у них песчаный фильтр, а механический, любой механический транспорт или механизмы, они нарушат этот фильтрационный элемент. На расчистку одного озера уходит несколько дней. На водозаборе «Центральный» 22 подобных водоёма. Работы по подготовке к будущему летнему сезону здесь планируют закончить в течение двух месяцев. Продолжение следует...